Россией нельзя управлять только из центра. Пожалуй, это главная цитата Наиля Магдеева на сегодняшнем заседании Горсовета Челнов. Депутаты третьего созыва собрались в 41-й и заключительный раз. Срок их полномочий истекает. Впереди 13 сентября выборы нового состава. Нынешний Горсовет работает с 2015 года. И на это время пришлось немало знаковых для Челнов событий. Во-первых, с третьим созывом мэром города стал Наиль Магдеев. О том, что депутаты во главе с градоначальником записали в актив своей пятилетней работы и что оставили доделывать будущему Горсовету, расскажем далее. Сегодня депутаты собрались вместе впервые с начала пандемии с соблюдением дистанции и в масках. Народные избранники обозначили для тех, кто придет после них, наиболее проблемные вопросы, которые потребуют особого внимания. Один из них – мусорная реформа. Мэр Наиль Магдеев еще раз посетовал, что вывоз отходов теперь контролирует не город, а рекоператор Гринта. Горсовет – место для дискуссий, заявил мэр. И высказал все, что думает. Про региональных операторов говорю, которые сегодня правила игры устанавливают в каждом городе, прикрываясь высокими именами и будет быть федеральным законодательством. Я думаю, что это со временем аукнется всем. Тем более, они ничего не делают пока. Также острый вопрос – наливайки в домах. Депутаты боролись с этим явлением несколько лет, направляя обращения в Госдуму страны и Госсовет республики. И изменения произошли. В Татарстане хотят запретить продавать алкоголь в помещениях менее 50 квадратных метров. Однако это никак не решит челнинскую проблему. Большинство алкомаркетов работает на больших площадях, и закрытие им не грозит. Сегодня на первых этажах домов города более 300 алкомагазинов. Раньше эти были вопросы введения местных органов власти. Нас дореформировали сегодня власть до такой степени, что все вопросы забрали на республиканский и федеральный уровень. Проблему наливайок по наследству передали следующему депутатскому корпусу. И челны намерены добиваться полного запрета алкомаркетов в жилых домах, привлекая на свою сторону республиканский парламент. Вы, наверное, знаете ситуацию в Государственном Совете и какие перспективы принятия этого решения. Много ли противников может быть? В любом случае здесь придется доказывать. А доказать у нас есть чем. У нас есть полностью анализ. Мы полностью показываем, сколько нарушений есть в таких пунктах. Одно из последних решений депутатов нынешнего созыва – открытие в челнах молодежного парламента. Это будет дополнительный орган при горсовете. Его выберут в начале сентября онлайн. Активная молодежь в возрасте от 18 до 35 лет подает заявку на выдвижение своей кандидатуры на сайте МОПарламент.Татар. На сегодняшний день по городу Набережной Челны зарегистрировались 24 кандидата и 20 подали на регистрацию. С большим докладом об итогах работы горсовета третьего созыва выступил Наиль Макдеев. Он рассказал об открытии ТАССР, строительстве новых дорог, домов, школ и многом другом. Перечислить все в рамках сюжета сложно. Приведем лишь один факт. За последние пять лет уровень вливания в бюджет из Федерального центра и республики вырос в разы. Было менее 4 миллиардов рублей, в 2020-м стало 15. В финале Наиль Макдеев вручил награды наиболее активным депутатам.